Столицы Бурятии в прошлом году введены в эксплуатацию жилые дома в 140-м А и в 148-м квартале и жилой дом по улице Солнечная. По объектам социально-культурного и общественного назначения завершено строительство административного здания буддийского центра Римпоча-Бакша, приемно-диагностического корпуса республиканской клинической больницы имени Симашко, медицинского центра Нефрон, учебно-лабораторного корпуса БГУ и оздоровительного комплекса по улице Сахьяновой. И это далеко не все. В отчетном году получили земельные участки 271 человек для индивидуального жилищного стратегиста. В том числе инвалидов, состоящих в очереди на улучшение 41 человек и 230 многодетных семей. За отчетный период 22 молодым семьям предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений на общую сумму 22 миллиона рублей. Председатель продолжил, что важнейшим социальным объектом является реконструкция школы номер 2. Для этих целей комитетом в декабре 2014 года в Республиканский Минстрой направлен пакет документов для формирования бюджетной заявки в адрес уже Министерства строительства России на получение средств федерального бюджета на усиление здания. С учетом средств республиканского и местного бюджетов общий объем финансирования по программе повышения сейсмоустойчивости должен составить 167 миллионов рублей. После доклада председателя остальные выступающие признали работу комитета удовлетворительной. Мэр, выступавший последним с предыдущими оценками, был солидарен. Хочу сказать, что деятельность комитета, она в течение года оценивалась по 10 индикаторам. Это объем отгрузки, производительность труда на одного занятого, среднемесячная заработная плата, объем выполненных работ, среднемесячная заработная плата, вот жилья в эксплуатацию, общая площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя, уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя. Все эти индикаторы оказались у нас по итогам года выполнены. Все это, дорогие друзья, ваша напряженная работа, это ваш повседневный труд. Большое вам всем спасибо. Без критики все же не обошлось. На будущее комитету посоветовали активнее взаимодействовать с депутатами городского совета и выполнять планы в срок. Дмитрий Гомбоев, Евгений Жанцуев. Новости дня.